Авторадио Магадан, 103FM Добрый день, дорогие друзья, это Авторадио Магадан, 103FM С вами на радиоволнах Кристина Воронина и наш специально приглашенный гость Мэр Магадана Юрий Гришан. Здравствуйте, Юрий Федорович! Здравствуйте, Кристина! Юрий Федорович, давайте сразу же, наверное, перейдем к делу. Сегодня главная повестка дня, это 1 сентября. Завтра школьники идут вновь набираться знаний. Скажите, как будет выглядеть 1 сентября, все-таки условия пандемии, много что ограничивали. Ходили слухи, что будут линейки, что их не будут проводить, что учебный сезон начнется немного попозже. Но как дела обстоят на самом деле? Да, спасибо, что вы накануне учебного года меня пригласили. Тем более, что с самого необычного учебного года, который мне пришлось начинать, и как школьнику, и как руководителю образования, и как мэру, как заместителю мэра, такого нового учебного года еще не было. Что-либо столько ограничительных мер, столько специальных правил, рекомендаций методических, ну, в том числе и повышенных мер ответственности за нарушение того или иного мероприятия, такого не было никогда. Вот у нас не будет традиционного шествия первоклассников, не будет этого праздника городского на стадионе, у нас не будет больших школьных линеек, у нас не будет общего звонка в школах на урок и с урока, как это было. Уроки будут начинаться ступенчато, достаточно растянуто, это будет все во времени, это делается для того, чтобы дети в раздевалках не встречались, не толпились, таким образом не передавали возможную инфекцию от ребенка к ребенку. У нас не будет столько детей в столовых, сколько обычно было там по 150, по 120 человек, это тоже разделено во времени, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией. Как известно, дети болеют меньше всех, но дети являются неким контейнером по переноске инфекции из одной семьи в другую. Мы начинаем все-таки очно учебный год. Были риски, что мы начнем так же, как его закончили, то есть 3-4 части, помните, мы учились дистанционно. Тем не менее, решение губернаторам принято о начале нового учебного года в обычном формате, но с определенными требованиями, которые предъявляются к организации учебного процесса. Какие требования можете? Ну, первое, что, наверное, очень обрадует детей, меня как организатора образования не очень обрадует. У нас был, когда-то урок 45 минут, потом был 40, сейчас урок будет 35 минут. То есть, опять же, лежит на детях, на родителях ответственность все-таки закреплять полученный материал максимально дома. И вот та задача, которая всегда стояла перед образованием научить детей учиться, прежде всего, вот если мы научим учиться, то дети, придя домой, будут все-таки дорабатывать урок, и надо, конечно, им в этом помогать. Почему 35, а не 40? Это связано с тем, что у нас в силу ступенчатого, ступенчатое начало уроков, значит, дети во вторую смену могут выйти далеко за 21 час. Если бы в Магадане не было двусменности, она, к сожалению, есть, порядка 30% магаданских школьников учатся во вторую смену, и им тоже нужно освободить классы, и мы должны сократиться с тем, чтобы они, по крайней мере, до 21 часа, того самого времени, когда нужно уже быть дома, по существующим законам для несовершеннолетних, из-за этого сокращается продолжительство урока. Я хочу сказать, что количество детей, которые идут в первый класс в Магадане, оно не меняется уже из года в год, несмотря на то, что там говорят «Магадан», «меньше», «больше» и так далее. Вот у нас в пятницу было 1200, сегодня уже 1224 первоклассника, и люди летят из отпусков, идут в школу. У нас в том году было 1232, всего на 8 человек меньше, но где-то до 15 сентября прием детей в школы все-таки идет, и я думаю, что, конечно, цифра 1232, она будет побита, а это максимум, который был вот за последние годы в Магадане. То есть никакого демографического кризиса уже не отслеживается? Ну вот в отношении детей, вот детского населения нет. Всего за парты сядут около 12 тысяч школьников, эта цифра достаточно велика. Плохо, что мы не ввели пока ни одной новой школы. Я жду с нетерпением, что все планы, которые сегодня у губернатора есть по строительству новых школ, чтобы они сбылись, чтобы мы, значит, ушли от второй смены, чтобы, кстати говоря, в некоторых регионах еще хуже, выходит на третью даже смену в силу вот этого ступенчатого начала занятий в школах. Мы просчитали все, что нам достаточно двухсменной занятости. Классы большие на самом деле. Классы 28, 29, 32 и 33. Где-то экстренно в школах пооткрывали четвертый класс. Четвертый класс на параллели. Вот в 13-й гимназии будет 4 первых класса вместо 3-х. И детям нельзя отказать, потому что они идут по месту жительства. Это их школа, и они должны прежде всего в эту школу ходить. Вот это сложности, которые будут. У нас задача стоит максимум детей выводить на свежий воздух. В школах практически во всех есть спортивные площадки возле школ. И по погоде будем максимум проводить занятия на свежем воздухе с тем, чтобы опять же снизить риски распространения коронавирусной инфекции. Также хотела вас спросить про парк Маяк. Недавно появилась информация о том, что на этот великий уже для нашего города проект выделили еще дополнительно 150 миллионов, либо около того. Скажите, уже появился? На самом деле больше. 163 миллиона – это на причал, который строится. Там будет общественное пространство, которое будет замыкать вот эту набережную парковую. Выделили деньги в сумме 90 миллионов рублей на строительство второй очереди парка Маяк. Там баннер висит. Кстати, сегодня мы опять будем обсуждать. А что из себя представляет вторая очередь? Вторая очередь представляет. Ну, во-первых, это будет большое количество плоскостных спортивных сооружений для разных возрастных групп. Потому что вы видите, что вот в этой части парка приходят люди не просто погулять, а приложить свои физические усилия на тех предметах, которые для другого предназначены. Поэтому там будут и качалки, там будут и рукоходы, там будут и другие спортивные площадки. Я думаю, что все получится. И просили там панафутбол, и панафутбол будет. Ну и, конечно, увеличим парковочную территорию. Добавим еще, наверное, место общего пользования, потому что в парке сделан туалет, но его мало. Будем добавлять. Ну вот парковка будет порядка на 50 автомобилей, она очень востребована, потому что люди приезжают, конечно, на колеса туда, чтобы отдохнуть. Образите внимание, очень востребована, особенно у нашего народа качели, мне кажется. Качели будут. Такой вид, который... Но более поэкстремали, немножко поэкстремали мы там, да. Потому что это больше уже не детская зона будет, а такая зона для взрослых людей. Пусть молодежь повспоминает, как их папы в школе проходили на уроках физкультуры, такое упражнение, как лазание по канату. Да, это мы возможность такую предоставим, поэтому можно будет поработать. Конечно, мы из второй очереди парка «Маяк» уйдем в сторону причала, и ее мы тоже должны сделать в таком же стилевом решении, как и парк «Маяк», как и причал там в районе Гимса. И тогда мы действительно соединим все зоны от сквера морского, мамонта. Сейчас активно идет работа по берегу укреплению. Дальше переходим в парк «Маяк» первая очередь, в парк «Маяк» вторая. Вот этот перешечь к набережной, который соединит с пирсом. Там когда-то была школа юных моряков, или не моряков, там, короче, была такая парусная регата в Магадане. И со временем что-то это все исчезло. Мы хотели бы возродить этот вид спорта. Там много занималось детей, даже получали удостоверение судоводителей. И старый пейзаж в Бухте-Нагаево, помните, там с десяток этих маленьких яхток, они все-таки были на воде. И потом этот клуб закрылся. Мы хотим сделать все для того, чтобы он начал работать. Помочь приобрести оборудование. Построим новое помещение. Оно будет в таком же стилевом решении, как и администрация парка «Маяк». И учебный класс там будет, потому что судовождение-то не обязательно на лодке. Это нужно в том числе и сидеть в учебных классах, и познавать азы управления, пусть небольшим, но все-таки судном. Юрий Федорович, Вы как раз коснулись темы отопительного сезона. Подскажите, как подходит сейчас подготовка к этому очень важному периоду для магаданцев? Мы находимся сейчас в заключительной фазе. Уже все, что раскопали в городе, закрывается. Сделана опрессовка, промывка тепловых сетей. И мне доложили и специалисты «Магадан Энерго», куда входит магаданская ТЭЦ, и «Магадан Теплосети», и управляющие компании. У нас на прошлой неделе прошло заседание городского штаба по подготовке города к зиме, городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Доложили о том, что город к началу отопительного сезона готов. И на самом деле не будем мы испытывать судьбу, и не будем ждать каких-то запредельных минусов. Мы в пятницу начинаем в городе отопительный сезон. Как я вам говорил, в одну из пятниц, вот одна из пятниц, это четвертое число, начнут заполнять системы водой, начинают затапливать котлы на магаданская ТЭЦ, и постепенно, в течение трех-четырех дней, мог быть пяти, отопление придет в батареи в дома магаданских. Грубо говоря, в понедельник уже будет отапливаться весь город, если в пятницу начнут. Дело в том, что ТЭЦ отрабатывает по районам, там у нас центральные тепловые пункты. Мы принимаем тепло на ЦТП и раздаем его по домам. Время на регулировку гидравлической системы нужно 2-3 дня. На то, чтобы управляющие компании отработали воздух в подъездах на стояках, но еще пару дней я говорю, что к следующей пятнице уже будет все отрегулировано. То есть, четвертого мы запускаемся, к одиннадцатому уже будет все. Я хочу сказать, что будет работать, как всегда, горячая линия в департаменте ЖКХ. Вот, что если там через 3-4 дня батарейка не забулькает, значит, надо будет позвонить в свою управляющую компанию или на горячую линию департамента ЖКХ и сказать о том, что у меня что-то там не ладится, у соседа уже тепло, а у меня еще пока нет. Ну и не волноваться, я всегда говорю, что запустить отопление – это не то же самое, что включить свет. Поднял тумблер, и у тебя свет горит. Это несколько гораздо более сложный процесс, и к этому нужно относиться терпимой. Погоды там такой уж минусовой совсем не будет, хотя в отдаленных поселках города Магадана – это Сокол, Уптар, Снежная долина, Снежный даже радист, ночью температура минус 4, минус 5, минус 6 градусов. Это уже некомфортно. Вопрос, жалоба по поводу необорудованного спуска к морю по улице Нагаевской, к памятнику Высоцкого, что нет пешеходного перехода. Там вообще нет пешеходной зоны, эта часть города развивалась как бы стихийно, там не было тогда и Высоцкого, это была просто заброшенная часть, когда сделали смотровую площадку, потом заасфальтировали дорогу, и сейчас время требует, чтобы там была пешеходная зона. Вы знаете, что КБ «Стрелка» разработала проект развития города Магадана, и линии по улице Нагаевской, они прочерчены, и нам нужно, чтобы они четко в проектном решении сказали, как будет выглядеть улица, в каких она будет размерах, 4-х, 3-х, 2-х полосная, и от этого будет зависеть, где будет проходить тротуар. Мы хотели бы его не просто сделать, чтобы ходить, а сделать его, чтобы он уже был навсегда, как часть вот той магистрали, которая будет идти по улице Нагаевской к району новой жилой застройки. Вот мы эти линии получим, отпроектируем за зиму, это уже не первый раз задаете Вы вопросы, другие задавали, что неудобно, с той стороны ходить согласен. Но вот пока мы решаем в этом году вопрос по пешему маршруту с улицы Портовой, с Портового шоссе к парку «Маяк». Вот эта часть будет в этом году замкнута, и люди пройдут. Это вопросы следующих лет. Думаю, что на следующий год мы начнем, по крайней мере, отсыпать кювет, потому что там за ужином, там нужно, чтобы был тротуар, надо еще и досыпать дорогу, расширить ее. И снести какие-то дома, которые мешают, в том числе, развитию дороги там. Авторадио «Магадан» 103FM Корректор А.Кулакова